В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте! Полицейские задержали банду на Мерседесах. Задержание злоумышленников, совершивших дерзкое разбойное нападение на седьмом километре, произошло сегодня около четырех часов утра. Об этом сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк. Автомобили марки Мерседес также установлены и изъяты с другими доказательствами. В понедельник в полседьмого утра на территории автостоянки промрынка шесть человек с применением оружия совершили нападение на 44-летнего предпринимателя и 18-летнего сына. Бандиты грубо избили пострадавших и похитили крупную сумму денег и скрылись, сбив по дороге шлагбаум. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям. Санаторий Лермонтовский продолжит оздоровление людей в собственных стенах. Апелляционный суд отклонил иск Министерства юстиции о выселении Лермонтовского из занимаемых помещений. Рассмотрение дела сегодня проходило в два этапа. Заседание, запланированное на 11 утра, прервалось из-за сообщения о минировании суда. После двухчасового перерыва судейская коллегия продолжила рассмотрение дела. В итоге дело выиграли представители Лермонтовского. По словам адвоката санатория, Минюз в своей борьбе за права на здравницу манипулирует фактами. В частности, давит на госрегистраторов, подотчетных министерству. Отказали дочернему предприятию Министерства юстиции в выселении санатория Лермонтовский из занимаемых помещений. Я, в принципе, могу сказать, что приятно констатировать, что судьи все чаще стали прислушиваться к позициям, соответственно, закона и начинают выносить действительно основанные и обоснованные решения, которые касаются именно этой ситуации. Действительно, Министерство юстиции всячески пыталось неоднократно осуществить многочисленные действия на право на завладение санаторием. Что касается документов, опять-таки, это попытки манипуляции с реестром, с помощью которого Министерство юстиции осуществляло и будет осуществлять попытки сформировать какие-либо права касательно мущества санатория. Я хотел поздравить, прежде всего, коллектив санатория, всех одесситов, журналистов и огромное количество людей, общественников, которые поддерживали санаторий Лермонтовский на протяжении последних нескольких лет, на протяжении которых Министерство юстиции пытается захватить наш санаторий. Сегодня в апелляции Министерство юстиции опять было отказано и незаконное решение Министерства юстиции о выселении санатория Лермонтовского занимаемых помещений отменено. Министерство юстиции запустило десятки судов для того, чтобы использовать всю мощь своего чиновничьего механизма, однако постепенно, шаг за шагом, санаторий Лермонтовский отвоевывает свои позиции и на данный момент у Министерства юстиции нет никаких прав на санаторий Лермонтовский. Адвокат, представляющий интересы Минюста, от комментариев отказалась. В Измаильском районе пытались отправить по почте контрафактные алкоголи сигареты. Посылка была изъята сотрудниками Управления защиты экономики и прокуратуры. Также сотрудники полиции провели рейд, проверили частные дома, нежилые помещения и автомобили. И обнаружили сразу несколько точек производства некачественного алкоголя и сигарет. Всего было изъято более 20 тысяч пачек сигарет и 3000 литров спирта сомнительного качества. Скандалом обернулась пресс-конференция с участием сотрудников Госархива Одесского региона и чиновников облсовета. Перепалка возникла, когда стали обсуждаться детали плана будущей пристройки к архиву. Областной совет зимой этого года профинансировал проект пристройки к зданию архива девятиэтажного помещения общей площадью 1695 квадратных метров. Для этого предполагается выделить из областного бюджета почти 54 миллиона гривен. Но по словам сотрудников архива, это лишь отчасти поможет решить проблему нехватки площадей. Учреждению необходимо 12 тысяч квадратных метров, когда с пристройкой их будет только чуть более 4,5 тысяч. Кроме этого, сотрудники архива обратили внимание на ошибки в проектной документации. В проекте предусмотрено, что в этом архиве, в пристройке, пожаротрушение водяное. Кто бы из вас согласился с таким? А вторая система пожаротрушения газовая, но не написано, какая газовая. СО2? Тогда здесь должно быть отдельное помещение, в котором будут храниться баллоны с СО2 при давлении 200 килограмм. И это опасное мероприятие. Специалисты архива также утверждают, что проект не предусматривает нужного количества помещений. Есть нарушения нормативов хранения архивных дел, вентиляция, отопление, температурный режим. И предусмотренные проектом 114 мобильных стеллажей попросту могут не вместиться. В свою очередь, областные чиновники заявляют, что характеристики будущей постройки были согласованы с предыдущим руководством архива области. Есть задание на проектирование, которое первоисточник для того, чтобы проектная организация занималась проектированием, которое подписано со стороны Государственного архива господином Левчуком. Здесь описано основные архитектурно-планировочные решения и характеристики запроектированного здания. Количество этажей 9, высота этажей 3,3. Общая площадь здания 1695 метров. Есть планово-технологическое задание к проекту, в котором предусматривается, какая система вентиляции, оповещение, пожарная сигнализация, электрообеспечение. Пожалуйста, согласовано господином Левчуком. Сейчас в областном бюджете под проект заложено 4 миллиона гривен. Остальные 50 обещают найти уже в следующем году. Тогда же и должны приступить к строительству. Сдать пристройку обещают до конца 2018 года с правом продления сроков сдачи объекта. Дом Русова вновь стал доступен для всех. Но не надо спешить радоваться. Ведь речь идет о разрушении ограды вокруг памятника архитектуры. Забор, защищавший его от мародеров, проломлен. Местные жалуются на постоянный шум от распиливания стройматериалов. На месте побывали наши корреспонденты. И вот что они увидели. Многострадальный дом Русова законсервированный год назад вновь открыл свои двери для не всегда желанных гостей. Через разрушенный забор на его территорию может попасть теперь любой желающий. Мы воспользуемся этой возможностью и покажем вам, что же осталось от памятника архитектуры. Реконструкция здания началась еще в 2004 году. Через пять лет в доме друг за другом произошло несколько возгораний, которые поставили судьбу бывшего доходного дома под вопрос. Последним ярким событием стало обрушением межэтажных перекрытий три года назад. Много лет домом занимается общественная организация «Мой дом Одесса», которые попытались сохранить остатки архитектурного памятника. Тогда мы решили своими силами укрепить ворота, сварили калитку из бокового входа, укрепили ворота, поставили замки. Эти ключи были доступны работникам, которые ввели консервацию потом. Но после консервации ключи пропали, замки пропали. И вот вы видите, в каком состоянии сейчас ворота. Помимо этого, активисты поставили и камеры для онлайн-трансляции. Но систему видеонаблюдения заморозили во время консервации. Сейчас общественники выступают за ее активацию. А тем временем на руинах работают одесские краеведы. Для них остатки дома Русова – настоящее сокровище. Даже обычные кирпичи они называют маркерами эпохи. Ведь по ним ученые смогут исследовать схемы товарооборота конца 19 века. Кирпичи разные бывают. Вот, например, кирпич Рамсей. Интересный английский кирпич высококачественный. Этот завод был открыт еще в 1789 году на северо-востоке Англии. Мы находили еще кирпичи Волботль. Это тоже интересный был завод в деревушке Волботль. Вокруг дома Русова долго шел спор, надо ли его реконструировать или реставрировать. Но состояние дома эксперты называют откровенно плачевным. Интерьеры практически на 90% утрачены. Поэтому, само собой, перекрытий, где-то 60% перекрытий отсутствуют. А те перекрытия, которые есть, они в общем-то в таком состоянии, что в любой момент они готовы обрушиться. Во дворе доходного дома сейчас лежат остатки того, что готовилось для его восстановления. Но и это теперь расхищается. Все свежие стройматериалы, которые здесь присутствовали, они доступны для расхищения. Собственно говоря, это происходит. Каждый день выносятся плиты ДСП, ЛСБ. И жители соседних домов слышат, как рубят стены во фригелях внутри Доворова. Общественники решили привлечь внимание к состоянию дома Русова, проведя перформанс. 16 июля в 10 часов вечера на его стены спроектируют видеоролик. Но пока о его содержании умалчивают. Сейчас в доме Русова родуют две категории людей. Бродяги, растягивающие его по кирпичикам. И краеведы, которые пытаются сохранить памятник для следующих поколений. Теперь же будущее дома Русова зависит от того, кто из них окажется быстрее. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал Репортер. В Одессе горит сухая трава. За последний месяц таких пожаров произошло свыше 60. Причина – неосторожное обращение с огнем. Спасатели решили напомнить о правилах безопасности. Отдыхающим провели рейд на городских пляжах. Там образовались целые палаточные городки. Оставленные костры без присмотра за собой влечут пожар. Распространение пожара большого. С него может пострадать деревья. Так же самое здесь находятся строения, рестораны, заведения. Люди говорят, большинство отдыхающих используют мангалы и жалуются. На пляжах ночуют бездомные, которые разжигают костры. Вы тушили пожар, да, получается? Тушили пожар с баклажки, пожалуйста. Да, ну, а что особенного? Тушили. Ну, поставили открытый огонь они. Ну, начался огонь. Ну, пожар. Скорее бомжи, чем отдыхающие. Они тут отдыхают, наверное, не первый месяц подряд. Чем создают не очень, так скажем, атмосферу. И остальным отдыхающим приятно. Также спасатели напомнили о правилах безопасности на воде. И раздали листовки. Проведено комплексный рейд с метою запобегания выникнення надзвучайных ситуаций и подий в природных экосистемах. Самые у нас участились випадки загорания сухой травы. И очень часто наши подраздели залучаются для гасения данных пожеж. Также был проведен рейд с метою запобегания выникнення ситуации на воде. Ограниченное движение транспорта и маршрутки до часу ночи. В субботу в день проведения матча за Суперкубок Украины по футболу в центре города будет полностью перекрыта улица Морозливская. Даже с именным билетом на матч машины не пустят в парк Шевченко. Только при наличии пропуска в парке стадиона Черноморец. Об этом заявили в ходе встречи руководство футбольный премьер Лиги и мэрии. Департамент транспорта поставлены задачи по изменению маршрута движения транспорта, по обеспечению потом, после завершения матча, обеспечения общественного транспорта болельщиков, для того, чтобы достаточно быстро и безболезненно они добрались до своих домов. Это все принято. По нашим подразделениям здравоохранения также получили соответствующую задачу. То есть все, что нужно было сделать, я считаю, от города мы делали и готовились. Матч за Суперкубок Украины начнется в субботу в 9 вечера. За трофей поспорят Донецкий Шахтер и Киевская Динамо. Около тысячи человек приняли участие в литературном флешмобе «Одесса читает, Одессу читают». Акция приурочена ко дню рождения одесского классика Исаака Бабеля. Участники выстроились в единую цепь от литературного музея до памятника Бабелю на Жуковского. Пришедшие читали отрывки из любимых произведений одесских писателей и авторов, когда-либо проживавших или писавших о нашем городе. Помимо русского языка звучали фрагменты и на иностранных языках. «Вы же горите, молодой человек!» – крикнула на мне. «С вас дым идет, как с паровоза». «Халихавои Деракшам, рангаранге вазандыгии, джану прадорат, забаны итальяне заринаст». Завистники не крикнут «браво», как трус не скажет смело «вон». Быть первой – это только право поставить свой талант на кон. «И ты был более крупный, чем более крупный полиции в Одессе. И ты был более жесткий, чем жуевая, более грязная». «Это очень по-европейски, правильно, чтобы все люди, все категории людей, не только на разных языках, но и разные люди принимали в этом участие. Одессу надо читать, Одессу надо любить, и Одессу надо популяризировать. Спасибо организаторам, конечно, что они это делают». Стильный белый наряд и солнцезащитные очки. А керманский боксер Василий Ломощенко впервые встретился со своим ближайшим соперником Мигели Мориагой. Спортсмены провели дуэль взглядов, которая продлилась несколько секунд. Поединок, в котором наш соотечественник будет защищать чемпионский пояс во втором полусреднем весе по версии WBO, пройдет 5 августа в Лас-Вегасе. На первой пресс-конференции Ломощенко рассказал о подготовке к бою. «Я рад снова вернуться во второй свой дом, в Калифорнию, в Камарило, где я готовлюсь ко всем своим поединкам. У нас, как всегда, проходит отлично, лагерь, всегда все на высшем уровне. И я готов показывать, я еще раз повторюсь, я готов показывать свой лучший бокс». Мигель Мориага сообщил, что всегда будет относиться с уважением к Василию, потому что сейчас он один из лучших и самых храбрых боксеров, вне зависимости от весовой категории. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо! Продолжение следует...